Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы с вами будем кушать, как вы уже поняли. И время достаточно поздно, поэтому, скорее всего, вы этот мукбанг увидите уже завтра. Я смонтирую, и завтра утром где-то, наверное, в 10 вы его увидите. Поэтому доброе утро вам! Целый час пыталась выстроить как-то освещение, но сейчас уже забило. Думаю, блин, лицо выглядит ужасно, я не могу с этим что поделать. То есть, либо свет падает на закуску, либо на меня. Вот другого варианта нету. Я буду есть палочками, пробую впервые. Рецепт, наверное, не будет, но в ближайшую неделю обязательно смонтирую и кину. Давайте вот так возьму. Это здесь крабовая палочка, яйцо и, по-моему, сметана. Это очень вкусно. По идее, здесь еще и огурчик должен быть, но я просто это все вместе взять не могу. Здесь у меня еще десерт. Ссылочку на него я тоже вам оставлю. Переходите, смотрите, он нереально вкусный. Не супер голодная. Но, увидев эту красоту, я просто не могла пройти мимо. Если бы просто обожралась, я бы себя корила за это. А если я снимаю видео, ну ничего страшного, можно обжираться сколько угодно. Давайте буду отвечать на вопросы. Сейчас Алина задает вопрос. Она писала 6 дней назад под видео с курочкой Грей. Если бы ты могла изменить одну вещь, которая произошла, чтобы это было. Тебе очень идет эта помада. Спасибо огромное, Алиночка. Что касается, чего бы я изменила, много чего. Например, я бы поступила на заочное отделение. То есть я училась очно, и это было очень неудобно в финансовом плане. Я даже не знала, что у нас на моем факультете есть заочное отделение. Я когда пришла к адекану и спросила, мне сказали, что неизвестно, будет или нет. Я как бы не стала настаивать, решила, ну ничего, буду учиться очно. Но сказать, что я прям получила супер какие-то знания. В процессе того, как я ходила в универ, это будет враньем. То есть я реально шалею об этом. Если бы вернуть время назад, я бы поступила на заочку. Сказать, что мне прям так интересно было в универе, тоже нет. Например, когда я работала в прошлой компании, там был молодой парень, мой начальник, он зарабатывал огромные деньги. И он как раз-таки начал работу, когда учился на первом курсе. И получается, у него опыт работы уже 5 лет. А я только зеленая пришла. Я всегда думала, что поступив в университет на очное отделение, я буду больше знать, чем заочники. То есть у меня будут супер крутые какие-то знания. Что бы еще я изменила? Я бы начала бы YouTube гораздо раньше, когда еще училась на первом курсе. То есть я вроде как начала YouTube, когда училась на первом курсе. Просто я его забросила. Я бы однозначно не смогла заниматься нелюбимым делом. Поэтому я, собственно говоря, здесь и в универ. Каждый день идти просирать штаны. Я просто со временем поняла, что это просто была пустая трата времени. Потому что, по большому счету, мы учились от сессии до сессии. Делали вид, что слушали педагога. Хотя на самом деле просто ждали время, когда урок закончится, и мы пойдем домой или где-то посидим. То есть друзей можно найти не только в универе. Я просто думала, что я в универе там найду кучу друзей. Мне будет очень весело. Но вообще так оно и было. Я нашла Шелли. Я нашла Аишу. Познакомилась с очень много крутыми людьми. Но возможно, если я училась бы на заочке, там бы тоже подружилась с кем-то. Закуска бомба. Очень вкусно. Особенно с лавашом. Хорошо идет. Ой, как заходит. Что бы я еще изменила? Я бы пошла ставить брекеты к очень квалифицированному стоматологу. Также какие-то небольшие отношения, которые у меня были. То есть если бы время вернуть назад, то я бы вообще не общалась с этими людьми. Да, конечно, это опыт. Но не очень позитивный, так скажем. Я бы, если вернуться назад, купила бы себе биткоинов и сейчас была бы миллионершей. Ну, кто тогда знал? Кто тогда в этом во всем разбирался? Вот я опять же не могу сказать, что я интенсивно бы училась и поступила бы на бесплатный. Мне просто кажется, поступить на бесплатный это не мое. И мне не дано это. То есть я не могу сидеть, вот прям целыми днями это все учить. Это не мое. Но я не могу себя заставить делать то, что мне не нравится. Обязательно то, что я делаю. Но вот обязательно это должно мне нравиться. Даже если я получу большие деньги за какую-то работу, которую я не буду любить, я этим заниматься точно не буду. То есть если вернуть время назад, я бы просто поступила на заочку. Во-первых, сама оплачивала бы свое обучение. Сдавала сессии. Я сначала, когда поступила, меня все так пугали. Все говорили, что вот, ты думаешь, ты реально сможешь сдать все эти экзамены. Да каждый учитель у тебя попросит денежку. Я реально боялась. Думала, вот, надо будет отстегнуть. Первая сессия и все отлично сдала. Я ужасно не люблю пессимистов. Люди, которые реально не учат, идут на экзамен, а потом кричат о том, что меня специально срезали. Но это реально очень смешно и тупо. По крайней мере, в универе, в котором я училась, не было такого, что тебя специально срезали, у тебя требовали деньги и так далее. Если ты из 60 вопросов выучил, например, 40-45, ты уже пройдешь. То есть, если педагог видит, что хоть что-то ты выучил, то ты проходишь. Я вот иногда думаю, три месяца летом у меня было свободное время. И как вы думаете, что я делала эти три месяца? Я ехала вместе с бабушкой в деревню. И там не было ни интернета, ни нормального телевизора. Четыре года. Каждое лето я ехала в деревню. А сейчас просто это вспоминаю. Знаете, дело не в том, что мне там было скучно просто. Это тоже. Но сколько времени было потрачено просто на какую-то фигню. Время там главный ресурс нашей жизни. Если не сейчас что-то делать, то когда? Я иногда сижу, думаю. Вот вчера с мамой пили чай. Рассуждали на тему того, что сколько времени я просто проводила в деревне. А все потому, что бабушка хотела к себе домой. То есть у нее есть свой дом в деревне. И для нее принципиально важно там проводить очень много свободного времени. Потому что она любит этот дом. Как она говорит, здесь вложен мой труд. Я ее понимаю. Поэтому я все летом была с ней в деревне. Считайте, четыре года. Каждый год по три месяца. Даже больше. Это получается целый год. Я была в деревне и просто так просирала время. Представляете? Я за это время могла бы заниматься ютубом. Могла бы найти работу хотя бы на три месяца. Пойти на какие-то курсы. Развиваться. Это безумно вкусно. Но пять штучек, наверное, останется. Вообще не обо всем расскажешь на такую аудиторию. Но я оборачиваюсь назад и всегда думаю, блин, сколько всего я сделала неправильно. Элементарно в универе была одна девочка. Я не особо красиво красилась. Каждый раз, когда я заходила в аудиторию, наповорачивалась, так я ко мне говорила, ой, Айка, ты опять маркером нарисовала себе брови. Я как бы подшучивала. Я делала вид, что мне тоже смешно. И типа это шутка. На протяжении, кстати, долгого периода она постоянно что-то так вот шутила. Очень тупо. Пыталась меня задеть. И все просто смеялись как бы надо мной. И один раз я тоже повернулась к ней. Я говорю, а тебе такое ощущение, что и справа, и слева дали леща. Прежде чем, говорю, делать мне замечания, лучше научись контурировать свое лицо. И вот после этого она больше никогда не шутила надо мной. Я просто перекручиваю это сейчас у себя в голове. Я думаю, какая же я дурочка была. То есть с первого дня нужно было себя поставить, а не быть такой мягкой амебой. В общем, все, что не делается в нашей жизни, это все к лучшему. И это все дает нам очень хорошие уроки. А я, кстати, сегодня была не голая в кофточке. Правда, вам ее не видно. В общем, на этом все. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю. Пока.